Библейский портал экзегет.ру представляет Исава, так и начинается она с первого стиха, вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Илона, Хитиянина, Альвему, дочь Анны, сына Цевенова, Евинянина, и Васифаму, дочь Измаила, сестру Наваилова. То есть здесь повторяется то, что уже было сказано о женах Исава. Мы видим, что все они, одна из рода только Измаила, семья Авраама, другие же из дочерей хананейских. Мы помним, как Исаак и Ревека печаливались об этом, что если они говорили, Иаков возьмет себе жен из язычниц, то и зачем нам жить? То есть они очень хорошо понимали, что ничего не может быть общего с верующими, с неверующими. И как сказано, дружба с миром вражда против Бога. Они понимали, что если Иакова была бы такая жена, как они и говорили, если войдет она в дом, мы можем себе представить, мы об этом уже так говорили. Хочу только напомнить, что если неверующая какая-нибудь, например, невестка зайдет в православную семью, войдет, выйдет замуж за православного христианина, вот православные христиане начинают они утренние молитвы, в воскресенье идут в храм, а у нее совсем другой образ жизни. В воскресенье она привыкла ходить в фитнес-клуб, это в лучшем случае. А в худшем, может быть, у нее какие-то, на воскресенье голову поднять не может с постели, потому что всю ночь в субботу вместо всеночного бдения провела в каком-то ночном клубе. Когда начинается утренняя молитва в православной семье, у нее может быть какая-то прослушка новой рок-группы или еще что-то. То есть это будет такая совершенная дисгармония. Поэтому, как это было и в древние времена, так это и в современности, люди понимали, что такое несоответствие, скажем, нравственного, да и вообще состояние души, оно всегда вносит дисгармонию в семью. И здесь нам упоминается родословная Исаава, она не случайно здесь ее описывает Моисей, что он показывает, что в общем-то в семье Исаава, несмотря на то, что он примирился с братом Сааковым, где Иаков поступил мудро, как мы помним, послал вперед дары, и примирение действительно состоялось. Но, несмотря на это, ничего в общем-то в семье Исаава не изменилось, и поэтому будет предложено только его родословное, потому что, несмотря ни на что, это все-таки семья Авраамова. И на этом история как бы с Исаавом закончится, но о потомстве его будет еще много сказано. И, между прочим, один из потомков Исаава, он будет даже, ветвь будет идти до пророка Оссии. И это говорит о том, что дети и потомки, они, если не всегда повинны и ответственны за грехи своих родителей, если они действительно проводят свою жизнь в покаянии, то они становятся избранными Богом. И не просто избранными, но, как мы видим, пророк Оссия действительно даже во пророках. Далее мы читаем, что ада родила Исааву или фаза, и целая-целая, как я говорил, приядра дословно, если разбирать каждое здесь имя, и как это было ответвление, то на это уйдет, ну, пожалуй, как минимум часа около трех часов. Потому как это нужно рассматривать все Священное Писание, как это ветвь, в какую сторону, где она пресекается, куда она идет. Мы рассмотрим с вами только главные события 36 главы. И восьмой стих, например, говорит о том, что Исаав, когда он продолжал свой путь, и он отделился от Иакова. Вот это вот само отделение, это тоже очень важный факт. Мы помним с вами, когда сыновья Лота и, когда пастухи, вернее, Лота и пастухи Авраама подрались между собой, как там сказано, стоит в еврейском слове «маха». То есть действительно не просто поссорились, если дословно перевести, то это была драка. Наше такое слово, которое есть, многие думают люди, что это жаргонное, но на самом деле оно имеет свой корень в еврите, то есть говорит «махач». Вот слово «маха» действительно оно оттуда. И они решили там тогда разделиться. Сказали, что Авраам рассудил правильно, говорит, если ты хочешь направо-я налево, ты налево-я направо, ибо мы родственники, или в другом переводе стоит «ибо мы братья». И далее, как мы помним, истолкование на этот текст, лучше разойтись в мире родственникам, чем в мире, действительно, вот это я подчеркиваю, не просто разойтись, поругавшись, а разойтись в мире, чем жить вместе, но постоянно в ссоре. Авраам правильно рассуждает, он говорит, ну если вы туда, мы сюда, мы сюда, ну будем дружить с друг другом, ну лучше разойдемся мирно. Здесь Исаф тоже отходит, и мы видим, что благодаря мудрости Иакова весь вопрос разрешается мирно, он переселяется в другое место, которое называется гора Сеир, он же, как сказано, Едом. Что это за гора Сеир и Едом, и кто там жили? Да, Сеир можно перевести как волосатый, то есть мы помним, когда Исаф родился, то он был весь косматый, то есть тело его было все вот волосатым. А Иаков нет, наоборот, и он держался вот за пятку Исафа. Кто же, что это были там за люди? Это, кстати, не безинтересно. Например, ранее здесь обитали племена людей, которые назывались троглодитами. Троглодиты это были пещерные обитатели, хореи, и свое название Сеир получил или от одного представителя племени хореев, троглодита, Сеира, ибо, или, как некоторые исследования говорят, может быть, от самого даже Исафа. Но, хотя в Священном Писании об этом не говорится, сказано, что Исаф завоевал эти пещеры и завоевал эти земли и окрестности. Они были на север не очень плодовитые, потому что там была сплошная каменистость, а на юг были достаточно плодовитые. Это был известняк, это были там земли, которые были пригодны для, скажем, для агрономии. Итак, далее идет опять родословие Савва от отца Идумеев. Сказано, и вот родословие Савва от отца Идумеев на горе Сиар. То есть теперь они уже остановились. Здесь они продолжают, в общем-то, исполнять заповедь Божию. У них рождаются дети. Далее идет опять целая-целая плеяда родословных, как я и сказал. И вот 24 глава. Сии сыновья Цивона и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивона отца своего. Вот по этому стиху 24 у многих экзегетов тоже складывается спор. Разное слово здесь переводят теплые воды. Некоторые говорят, что нет, именно оттуда пошли мулы. Другие говорят, то есть там он нашел именно не теплые воды, а это слово переводится теплые воды, как и якобы какие-то новые виды животных. Но большинство экзегетов, если исследовать более правильно, да и само географическое сегодняшнее современное положение в этой местности, говорят о том, что там много действительно минеральных полезных источников. Так что здесь не надо ничего умудрить. Если кто-то действительно так исследует священно-постоянно тщательно, то синодальный перевод здесь будет очень хорош. Действительно, это теплые воды. Далее, 33 стих. Интересен тем, что здесь впервые упоминается имя известного человека, которому принадлежит... Который, в общем-то, как Моисей описывает и ему посвящают целую книгу. Это Иов. 33 стих. Как и сказано, умерла Белла и воцарился по нем Иовав. То есть Иовав, все экзегеты говорят о том, что это имя Иова. Сын Зараха из Вассоры. Умер Иов и воцарился по нем Хушам из земли Фимонитян. Вот из земли Хушам, из земли Фимонитян. Это как раз тот один из друзей, когда Иов, мы помним эту историю о Иовом многострадальном, когда он был поражен проказой. От темени до пят сел уже тогда на навозную кучу. Когда жена подошла, ему сказал, ты еще веришь в Бога и надеешься на него. Смотри, сколько несчастья и страданий. Потому что она отжидала от Бога, наверное, только благоденствия. Говорит, проклини его и умри. На что, мы как помним, Иов ответил, что неужели мы только доброе будем принимать от Бога, но для исправления нашего злого не будем. Мы знаем, что если какие-то скорби посылаются нам от Бога, то только для нашего вразумления и для нашего исправления или укрепления в вере. И как раз вот когда эти все события уже закончились, тогда мы помним, что к нему пришли друзья. И вот один из друзей — это Хушам из земли Фемонитян. Он после смерти Иова воцарился там, в земле Уц. Здесь впервые упоминается это в родословном. Мы видим не только пророк Осия, но и Иов, как предполагает это родословное, имел отношение к родословной Исау. Поэтому в этом смысле мы видим, что, снова и снова повторю, что если действительно дети или потомки, они как бы изживают грех своих родителей, то они становятся неповинны в грехах своих отцов, прадедов и прочих предков. В этом смысле надо сказать, что мы помним. Почему я так останавливаюсь на этом? Потому что мы помним с вами десятисловный закон, где сказано, что 20 глава книги «Исход». Нужно, в принципе, открыть. Но если кому-то интересно, вы помните, что у нас были уроки и целая книга. Есть «Исход» на xget.ru. Не только я комментирую, и другие комментаторы. Здесь сказано, «И не поклоняйся им и не служи об идолопоклонстве». И 6 стих «Творящий милости Бог благоволит до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». То есть «Я Бог», вот лучше отсюда, «Ибо я Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящих меня». Мы видим, что до третьего и четвертого рода. Помним, почему сказано до третьего и четвертого рода. Потому что третий и четвертый род — это кто? Ну, это праправнуки. То есть мы можем дожить, когда мы увидим наших, например, дедов и прадедов, и даже прапрадедов. Если люди-долгожители. Что это значит? Видя их, мы можем подражать их образу жизни. Но несмотря на то, если, например, отец, что значит «изжить грех». Если отец согрешал грехом винопития, если сын покаялся, пришел, стал православным христианином и бросил, например, чрезмерное винопитие, дал себе обет, то он изживает этот грех, несмотря на то, что он наследует, может быть, генетически от него эту привычку. Или там впадали родители в блуд. И у детей тоже это может быть такая склонность к этому греху. Но он себе четко ставит такую преграду от этого греха и говорит «Господи, помоги мне, Господи, помилуй». Кается в этом, сопротивляется всячески с помощью Божией этому греху, прибегая к таинствам церковным, ко Христу Спасителю, то он изживает этот грех. Вот что значит понятие «изжить грех». И он уже становится неповинен, хотя эта удовопреклонность у него есть. Поэтому мы видим здесь, что «умер сказанный Иав» как раз здесь упоминание об Иове. Но если сказать еще несколько слов о том, что означает «изжить грех», вот помню у Варнава Беляева, «Основы искусства святости», епископа Варнава Беляева, есть интереснейшая такая история, где он берет из древнего потеряка, я почему его привожу, именно там прочитал. Он говорит, как к одному священнику, это было в IV веке, привели одну женщину после оглашения, и он должен был ее крестить. Но она была настолько красива, что он просто в нее влюбился. А раньше крещение, это никак сейчас было, раньше крещение нужно было нагишом приходить, такая была традиция, и священник должен был ее погружать, либо обливать. И тогда он молился Господу, и Владыка сказал, Владыка, помилуй, я просто настолько красива, что лучше пусть кто-нибудь ее другой покрестит. Но Владыка сказал, нет, ты должен, он молился Господу, и ангел ему даже во сне открылся и сказал, ты должен ее крестить. Искушение, ну преодолей искушение, и восхитишь венец. Он сказал, нет, не могу, избави, избави, молился. И тогда, как там сказано, ангел перекрестил его ниже пупа, и у него эта страсть пропала. Но ангел в этот момент сказал, у тебя этой страсти не будет, но ты потерял венец. Потому как венцы царствия Божия, они обретаются нами не то, что, вот я человек спокойный, поэтому Бог мне и даст награду за мое спокойствие. Человек спокойный по природе не получает награду за свое спокойствие. Человек спокойный и не имеет такого преклонности, например, к блуду или к винопитию. Он не получит венца Божьего и никакой награды, то, что он преодолел это, потому что он это не преодолевал. Бог уже позаботился о нем и избавил его от этого. Но человек получит венец и награду от Бога тогда, когда он преодолеет ту или иную склонность. В этом и есть весь смысл аскетизма, преодоления, побарания, страстей, которые бушуют внутри нашего сердца и внутри нашей плоти. Поэтому вот что значит и жить грех. И мы видим, что, почему мы на этом именно остановились, что из рода Исава, казалось бы, человек, который продал свое первородство, Иаков, все-таки есть такие удивительные люди, о которых рассказывается в Священном Писании, и пророк, и Иов, который преодолел столько страданий, в общем-то, только для укрепления веры, но не было никакого смысла. И он сам говорил, за что, Господи, я не понимаю. Вот чем интересна эта глава родословия. Я уже сказал, что ее сложно, если ее рассматривать целиком. Она достаточно такая емкая, это 43 стиха, и каждое имя, оно имеет свое значение, каждое имя свое имеет ветвь. Если кому-то интересно действительно это подробно рассмотреть, а здесь очень много интересного, я вам скажу, я коснулся некоторых фрагментов, которые нам только известны, вот так вот на слух эти персонажи. Но если кому интересно, все эти столкования можно найти. Ну, первое, которое я могу посоветовать, это всем нам известная толковая Библия Лопухина. У него достаточно неплохо там рассматриваются и имена, и даже вот и все события, которые связаны с теми или иными лицами, упоминающиеся здесь в родословной Исава. Но если уж более подробно, то здесь, конечно, нужно прибегать к таким источникам, как и ветхозаветные какие истолкования. Конечно же, отцов церкви очень интересные истолкования есть и у Антония Великого, и у Амросия Медиаланского, и у святителя Анзлатоуст касаются тоже родословные. Ну, и если кто-то так или иначе изучает самостоятельно, или в каких-то школах библейские языки, еврит, интересно преследить сами имена. Как по именам, то есть по значениям имен можно тоже увидеть. Либо это какое-то есть падение, то есть отпадение от Бога, там имена, например, или фас, или омар, то это ниже и еще ниже, или отпадший, или, например, восстановленный. То есть по самому значению имен можно проследить в истории, какие были события. Как и сегодня, вот я уже говорил, что в зависимости от того, какие имена люди дают своим детям, можно понять, что у них происходит, какой их внутренний духовный мир. Например, насмотревшись сериалов каких-нибудь, ну, там дадут имена, соответственно, там, рабыни Изауру, я помню, когда смотрели, там, Изаурами начали называть своих детей. А один молодой человек, я просто был удивлен, он, наверное, пересмотрел фильм «Бригада», и он пришел крестить в наш храм, хотел покрестить ребенка с именем Космос. Мы ему сказали, что такого имени нет, то есть в Святцах. То есть действительно, прослеживая имена, если интересно, вот те, кто слушает наши уроки и смотрит их, можно проследить, и вы увидите, что можно понять ход истории, что происходило в семье, в потомках Исаава, по даже значению тех или иных имен. Итак, 36-я глава, она именно такая по своему содержанию, рассказывает полностью о родословии Исаава, который отходит от Иакова, и уже больше о Исааве в упоминании не будет, но лишь только так или иначе мы встретим в дальнейшем Ветхом Завете его потомков.